А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 449 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина! А сегодня утром в Крыму было неспокойно. В районе Бахчисарая крымские партизаны мастерски заложили взрывчатку и подорвали железнодорожные пути, по которым двигался состав. Несколько вагонов сошли с рельс и перевернулись. Остановитесь! Партизанское движение в Крыму работает. Крым наш и мы его скоро освободим. Да-да, не удивляйтесь! А вчера под Калугой упал беспилотник Ту-141, который называют еще Стриж. А где же русское ПВО? Русские военные что, спите? А вчера военное руководство Соединенных Штатов Америки отчиталось о предоставлении Украине различных боеприпасов за последний месяц. В Украину было направлено 600 тысяч различных боеприпасов, из них 700 ракет для ЗРК и 1600 ракет для ПТРК и множество других различных снарядов и вооружений. А за последние сутки еще 510 российских оккупантов больше никогда не вернутся в Россию живыми. А всего же с 24 февраля 1922 года, с начала войны, на территории Украины было ликвидировано 201 100 российских оккупантов. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. Продолжение следует...